Привет всем, кто ждет рубрику сравнения. Мадридский Реал оказался хуже Ливерпуля. Вот посмотрите. Лучшее достижение королевского клуба – это 13 побед в Лиге Чемпионов с 1956 по 2018 год. У Ливерпуля 6 побед с 1977 по 2019. Здесь двойное преимущество первой команды – личные встречи. Эти коллективы друг у друга выиграли по три раза, ничьих не было. В нашем сравнении есть еще одна пара, у которой равное количество и побед, и поражений. Но про это позже. Как быстро забивают первый гол? Реал в среднем отмечается на 43-й минуте, а Ливерпуль на 42-й, то есть под перерыв. Когда чаще забивают? Испанцы треть всех мячей в Лиге Чемпионов заколотили с 75-й по 90-ю, а Ливерпуль половину всех мячей отпраздновал с 45-й по 60-ю минуту. Бойся, Реал, пропустишь в начале второго тайма. Команда Зидана нанесла в этом сезоне по воротам соперника 123 удара. 47% попали в створ. Итого эффективность составила 38%. У ребят Клопа следующие показатели. 87 всего, 37 точных. Итого после функции деления мы получаем эффективность выше – 42%. Лучший бомбардир. Бензима и Салах отметились по 5 раз. В этой категории ничья. Реал 3 матча сыграл на 0, а Ливерпуль целых 6 не пропускал мячи. Отличный показатель. Ух-ух-ух, как подешевели мадридцы. Стоимость команды равна уже 745 миллионов. Красные имеют состав, превышающий 1 миллиард евро и в рейтинге сливочные на 4-й позиции, а их соперник на 9-й. Получается у Реала 2 звезды, у Ливерпуля 5. Первая игра назначена на 6 апреля, а вторая на 14 апреля в 22-0-0. А теперь смотрите, кто лучший в паре Манчестер-Сити. Боруссия, Дормунд. Даты матчей те же 6 и 14-го. Высшее достижение горожан. Полуфинал 2006 года. Дормундцы один раз побеждали в Кубке чемпионов. Удивила следующая категория. Будет вам известно, что англичане выиграли в очной игре один раз, трижды уступили. И один раз между командами Манчестером-Сити и Боруссия была зафиксирована ничья. Коллектив Гвардиолы забивает первый мяч в среднем на 25-й минуте, а команда исполняющего обязанности главного тренера Эдина Терзича отмечается на 43-й минуте. Манкунямцы чаще всего празднуют голы с 75-й по 90-ю, 35,3%. А Шмели, наоборот, чаще жалят в начале игры с 15-й по 30-ю, 23,5%. Точность удара у первой команды 45%, у второй на 1% меньше 44%. Поклонники Боруссии видят, что я делаю всё, что могу, но соперник показывает лучшие результаты. Лучший бомбардир Сити. Это Фернан Торрес, 4 мяча в Лиге Чемпионов. У немцев Эрлинг Холланд, 10. Всё чаще замечают, что называют и пишут его Холланд вместо Холланд. Горожане в 7 матчах из 8 текущего сезона не пропускают голов. У жёлтых всего 3 сухие игры. Трансферная стоимость. Состав Манчестера Сити равняется 1 миллиард 30 миллионов евро. Состав Дорхмунта затянул на 592 миллиона. И в рейтинге Гвардиола тоже имеет двойной перевес, 6-е и 12-е место соответственно. Первая команда победила в 6 категориях, а вторая в 3. Смотрите, как Порту вкладывает душу в каждый удар. Эта пара сыграет 7 апреля в 22.00, а затем отправится в Лондон, где 13 апреля проведёт повторный поединок. Высшее достижение. У Драконов 2 кубка 1984 и 2004 года, у Аристократов 1 кубок 2012. Личные встречи. Клубы провели между собой 8 матчей. 2 победы добыли португальцы, 1 ничья и 5 побед было у англичан. Клуб из города Порту в среднем забивает первый гол уже к 14-й минуте, а если играет дома, то к 5-й. У лондонцев первый гол рождается в среднем к 29-й минуте. Команда Серджио Консесао забивает больше всех мячей в дебюте игры. До 15-й минуты 35,7% всех голов. А команда Тухеля, наоборот, в конце 75-й по 90-ю приходится 35,3% всех мячей. Удары. Смотрите, как Порту бьёт мало, 64, но эффективно 31. В среднем почти каждый второй удар получается точным, 48%. Может в этом кроется их секрет успеха? У их соперника 99 на 43 удара. Выполняем деление и получаем эффективность, равную 43%. Оливейро лучший бомбардир Порту 5 голов. Оливье Жару забил в Лиге Чемпионов 6 мячей. Порту 5 игр из 8 не пропускает голов. У Челси на одну игру больше, а следовательно победа в данной категории. Драконы одна из самых дешёвых команд 1-й четвёртого финала, 264 миллиона. Лондонцы весят в 3 раза дороже, 779 миллионов евро. В рейтинге Порту сейчас 15-й, а Синьи 13-й. Счёт сравнения 4-5. Можно сказать, что Челси будет непросто. Меня больше всего поразила эффективность ударов драконов, а также количество голов в дебюте игры. Из пункта П в пункт М отправились команды на матч ЛЧ 7-го, 0-4-го. А из города М в город П 13-го апреля. Вопрос, кто победит? Решение задачи такое. У Баварии 6 кубков, добытых с 1974 по 2020 год. У ПСЖ наибольший успех был в прошлом году, поражение в финале 2020. Оба коллектива выиграли друг у друга по 5 раз. Матч 1-й четвёртого финала будет 11-м и, соответственно, 12-й встречей в истории. Клуб из Мюнхена забивает первый гол ближе к 36-й минуте, а их оппонент делает это проворнее в среднем на 24-й минуте. Чаще всего немецкий коллектив отмечается 75-й по 90-ю, 29,2%. А французский коллектив наиболее продуктивен в середине второго тайма 60-й по 75-ю, 27,8%. Бавария много бьёт, 120-й, 44 удара попали в рамку ворот. Отсюда эффективность 36,6%. У Парижа ударов меньше, но эффективность лучше 38%. Ливандовский забил 5 мячей. Лучшими бомбардирами команды Почетина являются Неймар и Мбаппе, у которых по 6 мячей. А вам не кажется, что будущий победитель Лиги Чемпионов скрывается в этой паре? Сухих матчей по 2, при том, что Бавария ещё ни разу не уступила в текущем розыгрыше. Стоимость первого клуба 826 миллионов, второго 869. Здесь победа Парижан. И в рейтинге немцы первые, а французы только седьмые. Но если они пройдут, думаю, сенсации не будет. Счёт сравнения 3-4. В их пользу. Да, Барселона тоже недооценивала ПСЖ и где сейчас она в итоге? В 1-4 финала Лиги Европы рассмотрим одну пару. Традиционный день четверг. Манчестер Юнайтед и Гранадос сыграют 8 апреля в Испании, а 15 апреля в Англии. Арсенал и Славия первую встречу проведут в Лондоне, а на следующей неделе отправятся в Прагу. Аякс Рома 8 числа в Амстердаме, а 15 числа в Риме. Динамо и Вильяреал сначала сыграют в Загребе, а затем в Испании. Аякс в 1992 году выиграл у Торино кубок УЕФА, а Рома годом ранее проиграла финал Интеру. Это были их лучшие достижения. Клубы встречались всего лишь два раза. Одна победа у амстердамцев, другой матч завершился в ничью. У голландцев первый мяч созревает ближе ко второму тайму 46 минута, у Ромы к 33. Следовательно, больше всего Аякс забивает в конце игры и тут гигантская цифра. Получается, что больше половины всех мячей приходится под конец игры, 75-ю по 90-ю минуту. У итальянцев два больших промежутка, это 60-й по 75-ю и 75-й по 90-ю. Здесь равный процент голов по 26%. У команд примерно равное количество ударов, но эффективность у команд разная. У ребят Тенхага на 5% выше, 46 и соответственно 41%. Тадич в первом турнире забил 2, во втором 3 мяча, итого 5. У Ромы Майораль отметился 7 раз, он приносит очередное очко. Сухие матчи у первого клуба 2, у второго 5. Стоимость игроков голландского клуба равняется 348 миллионов, а римского немного выше 370 миллионов. В рейтинге Аякс на 17 месте, а Рома на одну ступень выше. Клубы идут почти одинаково, итог 4-5. А вот вчера мы сравнили и удивились результатом в группах отбора на чемпионат мира в Европе. Рекомендую перейти прямо сейчас, ссылка на экране, ставьте лайк, услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok